В Башкортостане прошли торжества, посвященные 125-летию Константина Иванова. На два дня село Слагбаш стало местом культурного паломничества всех поклонников творчества чувашского поэта. Нашу республику представляла большая делегация Министерства культуры, Национального конгресса, творческой общественности. На родине классика побывала и наша съемочная группа. Так поют башкирские чуваши, встречая соплеменников с исторической родиной. Говорят, что некоторые языковые различия и есть, но это отнюдь не мешает представителям различных территорий компактного проживания чуваши не просто понимать друг друга, но и беречь общее культурное достояние. Юбилей родоначальника национальной литературы превратился в большое семейное торжество, на которое съехались многочисленные родственники из всех уголков страны. Гостей, делегатов, скажем так, собралось где-то около 150, это только с чувашей. Кроме всего этого, еще приехали гости, участники нашего фестиваля из Тюменской области, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Республики Татарстан и из других регионов. Талантливому и трудолюбивому чувашскому народу есть кем гордиться, но Константин Иванов занимает в этом списке особое место. Мальчик родился в крестьянской семье, но его дед и отец были очень просвещенными по тому времени людьми. Константин получил хорошее образование, которое позволило ему проявить многочисленные таланты. Помимо литературного дара, он преуспел и в изобразительном искусстве, и в скульптуре, и в фотоделе. За свою короткую жизнь он успел сделать очень много для понимания национальной самообытности народа в Симбирской губернии. В нашей республике живет больше, чем 160 народов, и мы все живем дружно, уважаем друг друга, любим песни своих соседей, своих друзей. И Константин Иванов является одним из символов вот этого единства, вот этой многонациональной культуры. Юбилей поэта стал поводом для торжества без преувеличения российского масштаба. В эти два дня в Слагваше побывали тысячи людей. И здесь не только вспоминали знаменитых Ситнера и Нарспит, но и обменивались культурными новостями и подарками. Давайте сделаем так, маленькие... Традиции. Традиции, да. И здесь каждый раз собираться, да. Конечно. Спасибо за вас. Народу же нравится, народу хочется, понимаете. Не забыли и о другом уроженце здешних мест – поэте Якове Ухсае. Такие исторические совпадения дают повод задуматься. Может, есть что-то необычное в Слагбаше? Впрочем, какая разница? Природа ли, магия, место, другие особенности. Главное, что эти талантливые люди жили и творили для нас. Мне хочется пожелать поблагодарить людей, которые здесь живут, которые собрались, которые чтят память о нашем великом поэте, о нашем великом человеке. Именно башкирская земля родила великого Чуваша. Это символично. Поэтому мы не имеем права делить что-то. У нас общие цели, общие задачи. И мы вместе, объединяясь, конечно, мы его решим. В Чувашии, напомним, весь 2015 год объявлен годом Константина Иванова. И нас еще ждет множество различных культурных событий. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов. Республика.